От заката до рассвета дорогу, ведущую в поселок Аэропорт-2, закатывают в асфальт. Еще вчера этот участок был настоящим испытанием для водителей. Были очень большие ямы. Вот делают, надеемся, что будут дороги хорошие, колеса не будут отваливаться. Ну, посмотрим, увидим, время покажет. Дорогу в Аэропорт-2 ремонтируют по стандартной технологии. Сначала фрезерование. Это удаление ям и выравнивание поверхности. Затем очистка от грязи, пыли и воды. В завершении заливка битума и уже по нему укладывают асфальт марки Б-1. Последние две операции выполняются с хирургической точностью. Асфальт нужно закатать быстро, чтобы потом дорога прослужила долго. Для этого в связке работают пять машин. Грузовик, комбайн и три катка. Спустя три часа после укладки асфальта по дороге может ездить транспорт. Чтобы данная смесь была уплотнена более качественно, это будет гарантировано, применяются пневматические катки. У них распределение нагрузок по-другому, и они вот именно смесь перемешивают и вставят каждый камушек на свое место. У нас первая комбинированная, представляется подкатка, первым металлическим вальцом, чтобы не поднималась мелкая фракция. И потом с колесами уплотнение основное происходит. И последний каток вальцовый, он заглаживает следы, выравнивает поверхность. 630 метров дороги к поселку Аэропорт-2 ремонтируют большими картами по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Всего в Самаре в этом году приведут в порядок 42 участка. Сейчас асфальтируют шесть из них. Кроме дороги в поселке Аэропорт-2, это еще улицы Охтинская, Нефтяников, Фадеева, Карбышева и Смышляевское шоссе. Работы выполняются во всех районах города. И власть прислушивается к пожеланиям жителей, к пожеланиям общественности. Где-то ведется замена бортового камня, где-то ведется ремонт тротуаров, устройство розлива и так далее. То есть мы планируем, что по шести и всем объектам работы будут совершены до конца апреля текущего года. На тех объектах, где отсутствует ливневая канализация, не была она построена в свое время, как и здесь, водоотвод осуществляется на прислежащие газоны, то есть на рельеф осуществляется. Установка бортового камня повлекла бы за собой подтопление проезжей части и ускорено разрешение асфальтобетона. То есть именно с учетом этого выполняются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия без установки бортового камня. Качество ремонта контролируется на всех этапах, начиная от завода, где производят асфальт, заканчивая лабораториями, которые анализируют его качества. Только при положительных результатах город принимает дороги в эксплуатацию. Кроме работ, которые ведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», магистрали ремонтируют и по программе «Улицы Победы». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.